Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Внутренние тренировки Постоянные Я всегда говорю, что у вас должен быть свой тренажерный зал Мне так получается, что я сегодня только про ресурс авто рассказываю Но тем не менее Локальный тренер есть в компании Свой, который тренирует Люди читают бизнес-литературу Постоянно Если хочешь работать в этой компании Ты будешь читать бизнес-литературу Я думаю, что Владимир Николаевич Муженков Который к вам приезжал, тоже вам об этом рассказывал Как его сотрудники читали литературу Мы все действительно Сегодня живем в эпоху, когда Можно читать и развиваться Поэтому действие из книг Это тоже очень важный момент Внешнее развитие это то, что сегодня происходит Например здесь И еще один момент, который я хотел бы сказать Это обучение у конкурентов Это действительно, когда вы отправляете своего сотрудника Конкуренту, не стесняясь этого И просите его написать отчет о посещении Это тоже очень интересный опыт Человек немножко отвлекается Ему интересно Кто-то иногда продолжает мою фразу так А потом он устраивается к ним на работу Такое тоже бывает Да, такое тоже бывает Но это значит тому быть Значит хорошо Да, открывайте всегда эти возможности Но я знаю, что сегодня Конечно, так по отношению к животным говорят Что мы в ответе за тех, кого приручили Но я четко живу этой фразой Подождите Я четко живу этой фразой Относительно сотрудников Только приручили надо убрать Мы людей не приручаем Да Но мы действительно ответственны за тех Кого приняли на работу Если у тебя работает человек Который не развивается Это ты Смотри на свое зеркало Значит у тебя либо его не должно быть Но либо должно произойти изменение Да, я в этом плане очень жесткий человек И я знаю, в каком городе я это говорю У меня не было здесь ни одного еще знакомого Который бы сказал, что в Сургуте нету кадровой проблемы У вас с этим действительно большие сложности Ну, по крайней мере Я не знаю, у меня настолько пронизано это в голове Что это так Но я вам хочу сказать, что я гораздо больше верю в стажеров В людей, которые приходят Из других даже сфер бизнеса Чем в очень серьезных профессионалов Которые много лет трудятся в определенной сфере Так показывает практика Потому что проще меняться тем Кто пришел недавно Им и меняться не нужно Им нужно воспринимать А ломаться всегда очень сложно Очень сложно ломаться Мы это прошли во многих компаниях Я работал с компанией РЖД Федеральная пассажирская компания В частности, Сургут входил в уральский филиал По обеспечению РЖД И мне прекрасно знакомо Чем заканчивается Вот этот постсоветский синдром поведения Когда человека невозможно изменить Иска Хадиза сказал фразу Как лимон не выжимай, томатный сок не получится Это про очень многих сотрудников Которых до сих пор мы не можем научить Ну как это, научить или призвать к тому, чтобы они здоровались Диджитал или человек Диджитализация сервиса происходит Происходит диджитализация продаж Оцифровывание имеется в виду Сегодня можно получить обратную связь от клиента Методом нажатия на смс какого-то номера Чтобы оценить качество сервиса Ну и можно что-то приобрести себе, минуя человеку Поэтому сегодня диджитализация Это тоже тренд, который касается и продажи сервиса Ну вот, кстати, одна из очень диджитализированных компаний QuickFit Financial Services Вне зависимости от того, большая или маленькая у вас организация Вы не сможете представлять хорошее клиентское обслуживание Если ваши сотрудники не приходят на работу с удовольствием Еще раз, эта компания известна своей диджитализацией И при всем при этом говорят о том, что персонал должен быть, конечно, удовлетворен своей работой Я сразу хочу сказать, если у вас работают нытики Которые говорят, что вы им постоянно ставите невыполнимые планы продаж Которые постоянно говорят, что все плохо В компании все плохо Но вот это все пронизано Я вам могу сказать, у вас есть два выхода из этой ситуации Либо поменять себя в этой компании Либо начать менять сотрудников Потому что другого варианта у вас нет Поменять себя, я имею в виду не уволиться А поменять свой стиль поведения Потому что это правда Все, кто не лоялен к компании Они не проявляют нормальный сервис Это все равно проявится Они где-то между собой это скажут Это правда Мы не должны слышать очень многие вещи, которые слышим Регулярный сбор обратной связи Я вам сказал об этом От сотрудников и от покупателей Я искренне надеюсь, что вы меня услышали Что мы спрашиваем обратную связь И от тех, и от других Ну и вот, пожалуйста, еще один момент Который, наверное, заслуживает вашего внимания Не надо стесняться, не надо бояться Я сегодня назову вам тренд такой Если раньше мы говорили о том Что главное запросить рекомендацию Кого, никого А могли бы вы порекомендовать нашу компанию Своим друзьям, знакомым, близким Был еще один тренд Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас Сейчас новая тактика Запросить у человека, который дает вам восторженный отзыв Контакт того, кому можно вас порекомендовать Прямо контакт То есть будьте добры, пожалуйста, контакт Кому нам позвонить Для того, чтобы, сославшись на вас Предложить познакомиться с нашим товаром Или с нашими услугами Вот такая вот интересная информация Потому что я вам скажу У меня пока статистика такая По разным бизнесам Из 10 запрошенных контактов вам дадут два всего лишь номера телефона И приблизительно из 10 таких номеров телефона В лучшем случае в одном вы что-то продадите Но это того стоит для очень многих бизнесов Да, потому что Здесь есть такой еще момент Который нужно учесть От того, что я вам дам контакт своей жены Вы, если ей позвоните, она вряд ли на вас что-то купит Вы должны еще попросить меня Позвонить ей и сказать Тебе позвонят Это я порекомендовал твой телефон И об этом тоже нужно попросить человека Это никакая не фантастика Так сегодня продают недвижимость, шубы Даже ювелирные украшения Ну кто вот действительно этим профессионально занимается Тур-путевки мы стали так продавать У меня сейчас очень сильный Есть провайдер, тур-оператор Вот они зацепились за эту идею И у них очень хорошие пошли результаты Но все-таки это больше склоняется К такому сетевому маркетингу и важно Я хочу показать вам И, кстати, при случае пригласите Обязательно поддерживайте Крым Не знаю вашего отношения к политическим событиям Но вот я сейчас работал с компанией Maria Resort & Spa Мы работали там над продажами Другой тренер работал там над сервисом Мне досталась тема продаж Мне понравился их подход Они позвонили мне и сказали Мы хотим пригласить вас поработать над продажами Я говорю, ну да, хорошо Кто вас порекомендовал? Бизнес-тренер по сервису Не понял Ну мы в любом случае пересекаемся И это немножко странно И это послужило тем, что я даже познакомился с женщиной Которая порекомендовала меня Она специализируется на работе Именно только с отелями Но что было интересно Подход Они вначале выстроили коммуникации Чтобы сотрудники правильно разговаривали По их мнению правильно Чтобы умели выходить из конфликтных ситуаций А потом на это Дали тему продаж Вот уже позвали меня И мы получили такие результаты Что я не буду их озвучить Потому что я назвал компанию Но я просто уверен Что если вы когда-то там окажетесь Вы должны это ощутить Вот просто можете посмотреть Это такие красивые книги Отзывы и предложения У них находятся В их разных местах обслуживания гостей И на ресепшен ресторанов И где хостес И в отеле и так далее Но сегодня утром Я видел книгу жалобы и предложения Где даже нет подписи руководителя И даже написание этой книжки Вот видите Какие-то крайности Одни тут заказывают Итальянские переплеты какие-то Чтобы там красиво Была возможность написать А кто-то Не может держать такую Планшер сказал Для постоянства клиентского сервиса Нужна система Вот наверное то Что сегодня вы дали как комментарий Я завершаю В основе любой великой организации Обслуживающей клиента Лежат системы И программы обучения То о чем говорила Екатерина Вот что гарантирует Постоянство сервиса Основа клиентского обслуживания Уровня горячих поклонников Поставка товаров Или оказание услуг На должном уровне Раз за разом Без сбоев И только эта система Позволяет делать это постоянно А не улыбки И пожелания хорошего дня Я бы конечно добавил в эту цитату Если бы имел право А не только улыбки Просто очень многие сегодня Оценивают сервис Исключительно тем Как с ним поговорили Как ему улыбнулись Но это ведь тоже ошибка Но если у меня доля повторных продаж Уже на протяжении 5 лет Свыше 80% Контрактов Но для меня это показатель удовлетворенности Моих партнеров Серьезно А это правда так Поэтому постарайтесь Пожалуйста Из сервиса Не делать Вот Внешнюю фольгу Это очень системная Серьезная работа Которая Включает в себя В том числе Выход из сложных ситуаций Давайте я Буду резюмировать Потому что Я уже достаточно сказал Что это системная работа Постарался Вам показать Несколько Комментариев По тому что Действительно Сейчас происходит В общем На рынке России Потому что специализируюсь На одной и на второй теме А сейчас я хотел бы Сделать некоторые режимы Давайте я пройдусь Очень коротко По тем слайдам Которые я вам показывал Но во-первых Переставайте Расставлять приоритет И запретите это делать Вашим сотрудникам Что важнее Сервис или продажи Сам по себе Такой выбор Не стоит Нету такого выбора И его не будет Нету приоритета Одно и другое Просто Настолько уравновешивают Часы Весы вашего бизнеса Что это Действительно Очень важно Второе Я предлагаю вам Измерять показатели В балансе Основываясь на показателях Объема Прибыли Точки зрения клиентов И процессов И все показатели Свои сбалансировать Так Чтобы их было Приблизительно Одинаковое количество В этих блоках И чтобы вы Одинаково Мониторили Завидной регулярностью И те И другие показатели Это важно Следующий блок Если вашим продавцам Свойственны Некоторые заблуждения Которые перечислены мной По поводу того Что они говорят Что если буду продавать То разведу Если Я Все равно Никто не покупает Или Все равно Это ничего не даст То я предлагаю Вам тоже Постараться Развенчивать Эти мифы И посмотреть Когда вернетесь На свои рабочие места А у вас Что из этих мифов Сегодня является актуальным Ну и наконец Следующее Это Регулярная работа С персоналом Через те моменты Которые я вам озвучивал Начиная со сбора Обратной связи В начале наблюдения Обратная связь После этого Регулярный коучинг Наставничество Ролевые игры Мозговые штурмы Прослушка звонков Соответствующим образом Контроль Всех этих моментов Проигрывание ситуаций Сложных ситуаций В ролевых играх И конечно Постоянное развитие Персонала Рекомендация Им чтения Различных книг И я думаю Что это все Возможно Делать Вашими силами Постарайтесь Пожалуйста Больше Не зависеть От Только внешних Каких-то факторов И обучающих моментов Вы сюда приходите Я уверен Как витаминку Чтобы поддержать Свой организм Вы не лечите Конструктивно Какие-то свои моменты Знаете Иногда я думаю Что людям Нужно пойти Посмотреть туда Где общаются с клиентом И просто Обратить на это Серьезное внимание Потому что Часто люди не видят Просто банальных вещей Сегодня утром Я пытался позвонить В одну компанию Это хобби Я постоянно Что-то делаю В Сургуте Я уже просто Помешан Я здесь постоянно Кого-то изучаю И сегодня взял Ну не спалось мне Я самолет Но все равно Открываю И пытаюсь Тыкнуть в телефон Чтобы телефон Сразу набрался И у меня не получилось Это сделать Спускаюсь вниз А там телефон набирается Потом общаюсь С представителем Бизнеса И говорю Скажите А почему у вас Не набирается А снизу набирается Они говорят Да вы попробуйте еще Я говорю Подождите На громкой связи Я пробую еще Я говорю Я тыкаю Уже сейчас Телефон сломаю Ничего не набирается Она говорит Ну не знаю Странно Вообще раньше набиралось Ну и все То есть понимаете И какая То есть А какая дальнейшая Это у нее реакция А что дальше Она будет делать То есть можно сейчас Знаете Там изучать Как соцсети работают Вы учитесь У Дамира Халилова Я учусь У Дамира Халилова Вы учитесь Проводить Эффективные переговоры У Игоря Рызова Я учусь У Игоря Рызова Любой человек Учится У другого человека Чему-то Но иногда Хочется призвать Просто пойти И посмотреть Как у тебя работает Конкретный процесс Как обслушивают Конкретного твоего покупателя Как конкретно Реагируют на жалобу Как конкретно Выходят из сложной ситуации Как конкретно Предлагают дополнительные продажи Каждый нам поет Что никто ничего не покупает Каждый говорит о том Что никто больше Ничего не хочет покупать У людей Закончились деньги И так далее И тому подобное Но вот Встань туда Где обслуживают клиентов И просто посмотри Как это делается Я думаю Что это тоже Вам очень серьезно поможет И конечно Я желаю Чтобы ваш сервис Приносил вам достойные продажи И я думаю Что знаете Как самое главное Я всегда желаю Еще две составляющие Достойных клиентов И достойных сотрудников Мне кажется Это вот такие Составляющие бизнеса Очень важны Пятизвездочных продаж Пятизвездочного сервиса О котором будут говорить Конечно достойных клиентов И достойных сотрудников Вот это четыре постулата Которые я хотел бы оставить Вам сегодня После этого Бизнес-ужина Но я закончил Специально подождал Проследил Пока вы Успеете Поужинать А теперь я готов Передать вам микрофон Чтобы вы Позадавали мне вопросы У меня есть немножко Не по теме Да пожалуйста Можно немножко Не по теме Можно множко Проблема у менеджера Сука бы я не пытался Ее куда-то водить На обучение И так далее Она боится Кейса Вот этого всего То есть ее трясет Когда она с клиентом Она вроде бы Открыта в себе Да Но что касается Практики Вот именно Где-то на тренере Может Как-то барьер что-ли Да абсолютно верно Значит Задан очень хороший вопрос Спасибо вам большое Вопрос касается Поведения сотрудников На тренингах Что сотрудник Боится Ну участвовать В каких-то Ролевых играх Заданиях Наверное В группах теряется И так далее Давайте вспомним Детство Когда мы играли Первый раз В волейбол В футбол Не знаю Выполняли какое-то Групповое упражнение На ОФП Мне кажется Каждый из нас боялся У нас был страх Мы переживали Как посмотрят другие А если я там Подскользнулась Не забью гол Какой-то плохой пас Да Наша сборная Видите Еще до сих пор По-моему не стесняется Но в общем и целом Можно сказать одно Можно сказать одно Что Вот Самое главное Это просто Постоянно Это делать И начинайте Пожалуйста Делайте это Внутри коллектива То есть Когда вы пытаетесь Их На внешние тренинги Приглашать У меня есть Такие примеры Когда человек Отказывается Но у него Есть правило Двух Что это означает Он два раза Может отказаться От выполнения упражнений На третьем Он принимает для себя Решение Либо он покидает Тренинг Либо он продолжает Работать Скажу еще Откровенно Вам нужен Хороший тренер Потому что Если бы сейчас Не было вопросов Из этого зала Я все равно знаю Что бы я делал Вот Спасибо за ваш вопрос Но если бы их не было У меня есть Заготовленные моменты Поэтому Я бы начал задавать Вопросы вам Поэтому лучше Задавайте вы мне вопросы Иначе я вас сейчас Достану И вы отсюда Просто начнете уходить Вот Поэтому давайте Я вам так скажу Что во-первых Нужен хороший тренер Это первое И второе Начинайте внутренние тренировки Попробуйте это сделать сами А я вам скажу Откровенно Ну вот Вы сами Как часто Тренируетесь Где-то Я вот например Был не так давно В Англии На тренинге Для тренеров И я вам скажу Что я себя тоже Не очень комфортно чувствовал Это правда Это серьезно Да Ну представляете Сам тренер тренируется Одно дело Других тренировать А когда сам выходишь На поле Ну знаете Как-то Тоже навык Нужно поддерживать Поэтому в данной ситуации Начинайте потихонечку Может быть Один на один Да Действительно Предложите что-то Там продать И так далее И еще Перестаньте Это человек Который продает что-то Менеджеру Скажем Пожалуйста Перестаньте продавцов Называть менеджерами Вот сколько живу Я столько к вам обращаюсь Но мне не получается Давайте сургуте Исправим эту ситуацию Назовите их экспертами продаж Специалистами продаж Но перестаньте их называть Пожалуйста Менеджерами по продажам Я вас очень прошу Мы делаем это вынужденно Просто мы к этому привыкли Я потратил на это время Перевернул Разные словари Из разных языков И менеджер Это всегда Все равно человек Который должен Минимум Ну 4 5 Где-то 7 7 функций Но выполнять Наши менеджеры И 4 функции Не выполняют Контроль Управление Организация Мотивация Стимуляция Наставничество Делегирование Что он из этого делает Он не менеджер Вы его уже режете По слуху даже И потом понимаете Я позвонил всем Все со мной работают менеджеры А вам позвонил У вас работает Там Вот кто-то другой По-другому Я сразу Кто-то Кто-то Понимаете Специалист по работе С людьми Но тоже Неплохо Это маркетинг Чистой воды Это то Как мы заворачиваем Это все Понятно Как определить Когда именно Не нужно Когда сотрудник Не обучает Ну давайте так Во-первых Нужно смотреть на цифры Я человек Который очень часто Предвзят К другим Потому что Ну Перфекционист Я очень Люблю Скрупулезность Вот понимаете Мое любимое Там слово У меня помощница Засыпает С этим словом И просыпается Скрупулезность Я уже сам иногда От себя Устаю Поэтому давайте Будем откровенны Что Я думаю Что Первое Это цифры У человека Всегда Вот помните Я показал Пять блоков Системы С балансирных показателей Если вернуться К продавцу Среднестатистическую У него ведь Три блока Это всего А не пять Объем Процессы И точка зрения клиентов Прибыль нет Он в ценообразовании Не участвует Ну лояльность К нему же относится Поэтому у него В принципе Три показателя Вот за что Я оплатил бы зарплату Ну кстати и плачу Объем Прибыль И точка зрения клиентов Вот вам мотивация Готовая От дела продаж Все что-то выдумывают Какие-то коэффициенты Восьмой коэффициент Давай придумаем Шестой Пятый Десятый Может хватит придумывать По-моему все понятно На что человек влияет С того ему и надо платить Поэтому посмотрите Вначале на цифры А второе Я не очень понимаю Саму суть вопроса У нас нету цели Понять Что человек нас не устраивает Если вы только задаете Этот вопрос И у вас есть сомнения Это как с любимым человеком Минус на плюс Дает минус То есть вы считаете Что любого человека Могу получить Нет Я не считаю Что человека любого Можно Да Наверное обучить можно Вы знаете Я недавно был в цирке С детьми Это где-то Ну как недавно Там полтора месяца назад Ну подождите Это очень хорошее сравнение Опять животные Ну что поделать Боже мой Что вытворяют животные Я Ну Они считают Слоны считают Понимаете Они складывают кубики И он говорит Сколько будет дважды два Он четыре кубика кладет Он трижды два Шесть Слон делает это Не говоря уже О других видах животных Я когда смотрел Дети мои там ухахатывались Им нравилось Я сидел Кроме как клоун Конечно Меня вот он Меньше всего вызывал Интерес Меня больше всего Вызвали интерес Животные У них Каким-то образом Дрессировщик сделал Чтобы они это делали Сейчас можно по-разному Обсуждать Как он это делал Плохо он делал это Правильно Неправильно Он делает так Что детишки сидят Ой Как здорово А мы не можем Иногда Людей обучить Я считаю Более элементарным вещам Поэтому Это вопрос не в том Что Считаю ли я Можно всех обучить Можно Вопрос времени У меня лично его нет Я завтра Либо продам Либо не продам У меня нет времени Дольше обучать Чем я запланировал Обучать Вот это другой вопрос Поэтому цифры Ну и конкретные моменты Из наблюдений Которые вы видите Если вы пятый раз Человеку говорите За неделю Что нужно здороваться С людьми Я считаю Что шестого Быть не должно Я работал в компании Где за это штрафовали Я был подчиненным У нас опоздание Стоило штрафа Отсутствие корпоративного Значка Стоило штрафа А в один момент Я просто пришел И сказал Я отказываюсь Выполнять такое поручение Я больше не буду штрафовать С третьего раза Я увольняю У меня было Одна Две самые показательные территории В один момент И была единственная территория Где я взял Вето штрафа На себя Поэтому Все Я четко понимаю Что Мы немножко Разбаловались В бизнесе Серьезно Разбаловались В бизнесе Такой вопрос Иногда общаясь с клиентами В том числе По тренингу продаж Либо в принципе По условиям продаж Есть некоторые сомнения У определенных клиентов Либо не уверены Что Допустим Наша компания сервисная Мы оказываем услуги Сервис Клиенты сами к нам приходят Мы не ищем к ним подхода Условно Или мы не иницинируем продажи То есть они испытывают Некий дискомфорт Делая продажу Своему потенциальному клиенту Вот вопрос К вам как эксперту Все-таки Что Этим клиентам Вообще людям Там Хочу делать Как относиться к продажам Или делать все-таки Упор на свой сервис И продажи Не обращать Первое Видите Я сейчас опять верну вас К цифрам вначале То есть вот эмоции Это хорошо Когда мы продаем Но я верну к цифрам Первое Я считаю Что у каждой компании Должно быть Десять неопривержимых фактов С цифрами Когда можно сказать Что Вам доверяют Например Какое количество тренингов Провело в этом городе Компания практику Количество Сколько людей Вы обучили Я считаю Что факт Это самое лучшее средство По работе С возражениями И не передавливать То есть есть еще один нюанс Когда У нас крайности Я об этом говорил вначале Что либо техника Продаж Либо сервис Не стоит выбор Я считаю Что нужно испытывать Все возможные моменты Значит Две цитаты дарю вам Первая цитата Если мы не будем напоминать О себе Своему клиенту То рано или поздно Он найдет себя Другого продавца Еще раз Если мы не будем Напоминать о себе Своему клиенту То рано или поздно Он найдет себя Другого продавца Напоминать о себе нужно И второй момент Не каждая продажа Должна состояться Сегодня Если у меня не получается сейчас, ну есть такой термин у продавцов с пятизвездочным сервисом никак не коррелирующий, дожать, ну не получается. Отпусти. И самое главное, красиво закончи разговор так, чтобы человек снова захотел к тебе возвратиться. Если сегодня вы мне предлагаете то, что я говорю, мне это не актуально и так далее, многие воспринимают это вот как момент, давай, поехали, сейчас, значит, ты недостаточно убедил. Вот где эта грань, это уже в высшей степени такой вот профессионализм. Это надо уметь определять. Я знаю, что есть две грани, когда мы становимся профессионалами, продавцы в частности. Первая грань, это когда мы отступаем красиво и к нам потом возвращаются. Это прям ты чувствуешь какой-то вот просто такой, в правильном смысле слова, оргазм. Ну правда, то есть все уже, вот сделка как будто, ну все, ничего не получится, и потом человек возвращается, говорит, нет, вы знаете, я все-таки решил с вами. Это значит, ты хорошо завершил контакт, а кто-то там ошибся. И второй момент, это когда ты чувствуешь, что вот сейчас то самое время, когда уже пора дожимать. Вы считаете, что НЛП работает в продаже? Кто работает? НЛП? Ну, НЛП работает не только в продажах, НЛП работает везде, где нужно убедить кого-то в чем-то. Я никогда не практикую НЛП и хочу сказать, что не буду этого делать, но я планирую еще пожить, поэтому я не буду брать на себя такую ношу. Но скажу вам откровенно, я против программирования любого, не потому что это не работает. Вообще продажа это всегда манипуляция. Если я вас в чем-то убеждаю, я уже пытаюсь вами манипулировать, но это надо признать. Не надо ассоциировать слово манипуляция с чем-то плохим. Но я манипулирую человеком. Ценник манипулирует человеком. Проспекты, которые лежат сейчас на ваших столах, это же тоже манипуляция. В хорошем смысле слова. Когда я вам задам вопрос, может быть десерт, это тоже манипуляция. Даже если вы сидите на диете сейчас, как я. Это же манипуляция вами конкретная. Обладая определенными техниками и тактиками, да, это действительно работает. Но, знаете, здесь есть один нюанс. Я скажу это даже в видео, потому что я сам никогда не применял, но я общался с людьми, профессионалами в этой области. И я вам скажу такую вещь. Они кайфы не испытывают от продажи. Вот что мне не нравится. Я когда продам, у меня праздник. Как-то моя супруга мне сказала, что если бы я отмечал каждую свою продажу, я точно был бы алкоголиком. Потому что она видит, как я радуюсь. Она говорит, ну то есть чему ты радуешься. Для меня это действительно радость. Я не скажу, что это праздник, но это кайф. Когда мне человек говорит большое спасибо и пишет в обратном письме просто несколько строк. И говорит, спасибо тебе большое, мы вот это сделали, это реально круто. Это радость. Это очень большая радость. Сделайте, пожалуйста, что с нотариусом. С нотариусом в Сыргуте. Но вы знаете, я вам скажу, что по поводу нотариусов, я вам скажу, что там политическая ситуация сделала так, что нотариусы у нас будут другими. И одеваться некуда. И знаете, мне очень приятно. Правда, с нотариусами такая же ситуация, как и с вами. Ко мне часто приходят те, кому приходить можно было и не приходить. Но несколько фактов. В некоторых нотариальных конторах теперь есть зарядки для мобильных телефонов. Работает Wi-Fi. Вам могут предложить чай, кофе. Вам по итогу, ну как сказать, там нельзя говорить слово обслуживание. Видишь, как я фильтруюсь. Там нельзя. После того, как вам выполнили нотариальные действия, вы по выходу можете заполнить вручную анкету. А у некоторых нотариусов я порекомендовал, они поставили, знаете, солнышки. То есть красное, желтое или зеленое. Вы можете себе представить, что у вас нотариус в конце опрашивает, какие у вас остались пожелания к нам. Ну то есть это, вначале это было просто, я был освистан на всех мероприятиях. Я когда первый раз к ним вышел, в тот зал, где сам когда-то принимал присягу как студент, потому что я студент Московской государственной юридической академии. Вот я выступал перед нотариусами. Я думал, так, где стоит моя машина, мне нужно бежать отсюда, потому что я чувствую, что вообще не туда, и что с этим делать. Но в зале нашлись порядка 16 человек из 100 с чем-то. Кто продвинул эту тему, абсолютно, я даже не ожидал от них звонка, они говорят, все, мы собираем группы, приезжаем. Сами нотариусы многие готовы меняться, сложности с их сотрудниками есть. То есть сам нотариус уже готов, он это осознал, а сотрудники нет. И есть одна сложность. В нашей стране очень многих людей, кто управляет коллективами, не обучали, как управлять людьми. Поэтому вот кто такие сегодня вы, кто руководители или предприниматели? Это, во-первых, сервисологи, сервисолог. Это человек, который должен изучать сервис. Вы продавец, никогда не буду говорить слово продажник, это оскорбительно. Вы продавец, и вы должны уметь продавать. И третье, вы управленец. Если у вас одной из составляющих сбоит, то давайте признаемся, что вам нужно свои знания немножечко подправить. Ну, например, в продажу я отношу еще и маркетинг. Потому что вы просто обязаны разбираться сегодня в маркетинге. Обязаны. Так устроен мир. Скажите, откуда вы берете информацию? Тренера, тенденции откуда берут? Тенденции откуда берут тренеры информацию? Некоторые выдумывают. Это надо сказать откровенно. Мы все читаем книги. Я надеюсь на это, что мое сообщество читает книги. Но я могу сказать за себя. В последнее время, в моей компании 7,5 лет, скоро будет, вот в осенью. Я сейчас зарегистрировал свой товарный знак, наконец-то. Это год ровно я занимался этим. Все, у меня зарегистрировали товарный знак. И я очень дорожу своими авторскими моментами, которые теперь будут клеймить. То есть мы будем ставить авторские права. Теперь над некоторыми курсами. И я объясню, почему. Это ответ на ваш вопрос. Я провожу очень много консалтинговых проектов. То есть внутри бизнесов мы исследуем, что происходит. И заказы бывают самые разные. Понять, почему большая текучесть кадров. Понять, почему сбоят продажи. Понять, почему у нас не получается выстроить сервис, о котором бы говорили все в регионе. Очень многие проблемы. И вот консалтинговые проекты дают мне микрофон в руку. Вот я вам скажу, если бы просто читал книжки, я бы говорить не имел права. Но поскольку я понимаю, как это реализуется там, в полях, и я имею право говорить. Спасибо. 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 Спасибо.